Я видел тебя сегодня во сне. Правда? В доме Натальи Орейро в Буэнос-Айресе шумно. Хорошо, что ее муж Рикардо Мильо поет не только громко, но и хорошо. Ведь домашний режим в столице Аргентины действует еще минимум пять дней. Я вас люблю! А Наталья выходит в прямой эфир с русскими фанатами, как всегда эмоционально, а потом участливо спрашивает, как дела? Не очень. На 9 мая Наташа исполнила песню Нины Ургант из фильма «Белорусский вокзал». Бабушка сейчас готовит ответ, выбирает трек Натальи Орейро. Там есть одна проблема. У бабушки очень хорошо получается «Комбио Долор», но не очень хорошо получается «Порт Либертад». Орейро может уже работать гидом по России. Шпаргалка на теле – это список городов. Пока написано ручкой – это не татуировка. А как она ест борщ – тоже сразу хочется. За эти пару месяцев Наталья почти открыла онлайн-школу танцев. Когда сможет приехать, уже лично подправит технику. По России с детства с Наташей путешествует сын Ата. Сейчас ему 8. 5 лет назад родители чуть не развелись. Наталья призналась мужа, что полюбила другого – 37-летнего женатого актера Бенхамина Викунья. Они познакомились на съемках. Ты имеешь в виду того высокого брюнета с прекрасной улыбкой? Да, высокого брюнета с прекрасной улыбкой. Бенхамин ушел от жены, оставил троих детей, а Наталья рассталась с Рикарду. Но Рикарду не сдался. Он старше жены на 20 лет. Привык Наталья и эмоционально знает, как ее успокоить и вернуть. Рикарду по-прежнему смотрят влюбленными глазами. А чтобы забыть о неприятном периоде в их жизни, продали старый дом и купили новый. В августе они отметят 19-ю годовщину свадьбы. А сегодня Натальей 43. Обычно они с мужем садятся на полу в темном углу квартиры. Разговаривают шепотом до утра. Вот такое тихое счастье громкой имениннице. Продолжение следует...